Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и предлагаю рецепт очень вкусного и нежного десерта. Такой прохладный десерт с легкой консистенцией и насыщенным вкусом шоколада, банана и клубники будет, кстати, в жаркий летний день. Вместо клубники вы можете взять любые ягоды или фрукты, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В первую очередь подготовлю желатин, заливаю его водой и действую согласно инструкции на упаковке. Мне нужно, чтобы он набух, а затем я его нагрею. Далее бананы. Я беру такие перезревшие, выберите такой степени зрелости, которая вам больше нравится. Очищаю и для удобства ломаю на кусочки. Складываю в стакан. Добавляю сюда йогурт. Я беру клубничный, но подойдет абсолютно любой, даже без вкусовых добавок. И сахар по вкусу. Немного шоколада раскрошу и положу в миску. Я беру шоколад 56% и отправляю его в микроволновку. Буду растапливать импульсами, каждый раз доставая и размешивая. Готовому шоколаду дам остыть буквально несколько минут и отправляю его к бананам с йогуртом. Погружным блендером довожу все до однородности и добавляю остывший желатин. Затем просто размешаю венчиком, налью понемногу в креманки и для ускорения процесса уберу в морозилку на несколько минут. Когда суфле немножко застынет, покрошу печенье. Вместо него можно взять бисквит или вовсе обойтись одними фруктами. На печенье выкладываю клубнику, предварительно промытую, обсушенную и нарезанную кубиками. Заливаю оставшимся шоколадно-банановым суфле. Кстати, количество печенья и фруктов берите на свое усмотрение. После повторного нахождения в холодильнике или в морозилке суфле полностью застыло. Теперь можно украсить десерт по желанию. Я использую молотое печенье, тертый шоколад и ягоды клубники. По консистенции десерт напоминает не желе, а больше суфле. Получается легким и воздушным. Очень нежная консистенция отлично дополняется печеньем, которое чуть-чуть размокает, но при этом остается хрустящим. В данном случае у нас классическое сочетание шоколадно-бананово-клубничного вкусов. Также сюда отлично подойдут вишня, слива или персики. В общем, экспериментируйте. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты десертов в стакане и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.